На стеке 2017 и 2018 годов Александр Емельяненко переживал настоящее возрождение своим насыщенным боями карьеры. После возвращения в мир смешанных единоборств он провел подряд три победных поединка, после чего получил предложение от набиравшего ход нового на тот момент российского промоушена под названием Russian Cage Fighting Championship. С тех пор за прошедшие годы RCC провело уже немало турниров, и сейчас занимает одну из лидирующих позиций среди крупнейших российских ММА организаций. На их официальном канале вы найдете немало зрелищных боев с участием крутых и звездных спортсменов. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами возвращаемся в 2018 год, когда соперником Александра стал бразильский ветеран Габриэль Гонзага. Он являлся чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, а большую часть своей профессиональной карьеры провел в октагоне UFC, где побеждал таких бойцов как Мирко Крокоп, Бен Ротвилл и Константин Ерохин, и в какой-то момент даже участвовал в бою за пояс чемпиона организации в тяжелом весе. Что характерно, для Габриэля бой с Александром стал завершающим в его насыщенной 15-летней карьере. Дорогие друзья, с тех пор как мы перезапустили наш канал, на нем опубликованы сотни видео с крутыми и зрелищными боями как с турниров M1 Global, так и других организаций, и мы рады, что они пользуются у вас большой популярностью. Новые видео выходят несколько раз в неделю, и чтобы не пропустить очередной шедевр из Мира Единоборств, настоятельно просим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ведь согласно статистике, 9 из 10 зрителей смотрят нас, увы, без подписки. А если же уже подписаны, то обязательно прожимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Заранее благодарны всем нашим уважаемым зрителям и желаем вам приятного просмотра. Спортсмен в синем углу клетки представляет Бразилию. Вес спортсмена 119 килограммов 550 граммов. Рост спортсмена 188 сантиметров. Возраст 38 лет. Профессиональный рекорд. 17 побед. 11 поражений. Встречайте! Габриэль Газара! Его соперник в красном углу. Бояцкий из города Старая Скала, Россия. Ему 36 лет. Рост 192 сантиметров. Вес 116 килограммов 200 граммов. Профессиональный рекорд. 33 боя. 26,23. Бояцовский клуб Акмар. Александр Емельяненко. Александр Емельяненко против Габриэля Гонзаги в прямом эфире на бокс ТВ и Файт Спейс. Спонсор цифрового вещания. Букмекерская компания 1Х Ставка. Коэффициенты на победу. На Емельяненко 1.11. На Гонзагу 4.24. Первый раунд из трех запланированных. Занял центр клетки так Александр. Немножко поджал он Габриэля Гонзагу. Напомним, что после такой своеобразной перезагрузки карьеры Александра три победы и не больше трех минут эти бои длились. Но Гонзага все-таки уровнем повыше. Чем предыдущие соперники. Чем те парни. Довольно уверенно Гонзага выглядит, сосредоточен. Видим, имеет Александр преимущество в росте. Целых 6 сантиметров. Ох, здорово. Хорошее попадание. В общем, такой быстрый левый боковой в исполнении Александра. Попытка тейкдауна. О, получается. Вот это уже интересно. Как будет Александр справляться в этом положении. Я думаю, что... Так. Капа, капа. Да, была потеряна капа. Рейпери возвращает капу на место. Фиксирует одну ногу Александр. Да. Вот твои пальцы, ребята. Вот твои пальцы. Следите за пальцами. Говорит рефери. Но ничего пока Гонзага не может сделать из этого положения. Достаточно уверенно вяжет Александр здесь. Войска по соперни. Войска по соперни. Свои, свои, свои. Руки снизу. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Несколько попаданий по туловищу. Но это так. Просто обозначая активность. Грехово урона. Видим кровь на лице Александра. Не совсем пока понятно. Вроде бы это его кровь. Но пока каких-то видимых таких рассечений, каких-то гематом не видно. Но так или иначе, пока что контроль за Гонзагой. Абсолютно верно. И попытался сейчас очень опасно нанести удар локтем сверху вниз Гонзага. Ох, а в маунт заходит Габриэль. Емельяненко обратно захватывает ногу, фиксирует. Опасно было. Александр сумел, сумел избежать этих трудностей. Но так или иначе. Если все так, раунд на этом и закончится, то первый раунд будет за бразильцем. Но есть еще время в первом раунде у нас. На взвешивании Габриэль Гонзага показал на 4 килограмма больше своего соперника. 120 килограммов, 300 граммов он показал. А 116,2. Александр. Нет, не получилось. Попытка сделать Кимуру. Несмотря на это, продолжал сейчас до сегодняшнего момента Александр фиксировать ногу своего соперника. Продолжай работать, Гонзаги. Говорят, но... Здесь это сложно сейчас каким-то образом сделать. Но именно для Гонзаги, наверное, это положение, конечно, выгоднее. И именно в нем он, наверное, бы хотел завершить этот раунд. Безусловно. Еще интересно, у кого больше сил. Да, понятно, тот, кто снизу, конечно, у него больше сил уходит. Но здесь подготовка соперников. Мы не можем узнать, наверняка измерить выносливость. Это невозможно сделать. И иногда бывает так, что даже если ты сверху находишься, это больше тратишь сил. Он может затратить, потратить очень большое количество сил, да. В свое время Алистер Уверим этим несколько раз отличился. Вроде был сверху, а в итоге все силы там и оставлял. Полминуты меньше уже остается до конца раунда. Ну что ж, уже свыше трех минут. Наверное, тем лучше для Александра. Все-таки вот эти быстрые победы, они... Это все красиво, это хорошо, но уходит немножко фокус. Вот это ощущение долгой битвы, его нельзя терять. Слышим сигнал. Потому что 10 секунд концовки первого стартового раунда у нас. И зачем что-то менять? Несколько таких финтов от Александра. Многоударная атака. Все, правда, большая часть по защите. По туловищу Александр. Снова попытка перевода в партер от Габриэля. И получается, предотвратил, вроде бы предотвратил Емельяненко этот перевод в партер. Проход в ноги, но... Опять Гонзага. Опять в положении контроля. Ну и у нас повторяется ситуация... И вот сейчас Александру нужно... Действительно, очень серьезно подойти к ситуации. Если раунд опять закончится в том же положении, то будет 2-0 не в его пользу. И где гарантии, что он сможет выиграть нокаутом или досрочно, просто досрочно в третьем раунду? Их нет. Поэтому сейчас Гонзага будет делать все, чтобы остаться в этой позиции. А Емельяненко нужно придумывать... Придумывать что-то, чтобы избежать, чтобы выйти каким-то образом. Когда изменить ситуацию? Ну а времени у нас еще предостаточно. В три с половиной минуты. Ну вот рефери призывает к активности бойцов. Да, здесь может быть Александру нужно попробовать настолько связать и сковать Гонзагу, чтобы рефери поднял их в стойку. Да, это выход. Публика начинает посвистывать. Все-таки она, наверное, настраивалась на доминирование Александра. А ситуация немного складывается, даже, мягко говоря, немного иным образом. Гонзага закрывает нос, рот, не дает дышать. Ну не то, чтобы прям совсем, да, это запрещено, но вот так накладывать перчатку на лицо. По возможности как можно больше мешает это делать Александру. Вяжет, вяжет Александр. Мы видим, максимально пытается прижать к себе руками Гонзагу. Вот может быть и рефери стоит подумать над тем, чтобы... Поднять бойцов в стойку. Да. Потому что, ну, практически ничего не происходит. Да, да. Да. Ну что ж, хороший шанс у Александра. Главное не пропустить тейкдаун. Посмотрел он, кстати, на свой угол. На свою команду. Ох! Справа через руку Гонзага. Классно бил. Немножко по площадям как бы бьет Александр. Не в сторону соперника. Потому что большинство ударов блокирует Гонзага. Была снова попытка от Гонзаги пройти, вот так перевести поединок в фартер. Но защитился Александр. Причем он немножко поскользнулся. Это ему помогло. Здорово от слева. Но тут хороший перпок защит. Подсцепил. Олена. Мило. Немного так однообразно. Накидывает удар Александр. И большинство блокирует Гонзага. Да, что-то проходит. Но теперь несколько хороших точных попаданий. Попятился бразилец. Попятился. Многоударная комбинация. Александр, хороший апперкот снизу. Отличная колена. Все, 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 все. И все, рефери останавливает бой. Ну что ж, сумел перевернуть ход этого поединка Александра Емельяненко. Хотя вроде бы казалось, что все складывалось против него. Ну, по сути, все и складывалось против него. Но здорово он нейтрализовал Гонзагу. Но рефери поднял стойку. И в стойке уже Александр реализовал свое преимущество. Он очень был необходим. Необходим на будущее. Смотрим повторы. То есть Гонзага еще пытался отстреливаться. Множество попаданий. Где-то скользь, где-то точно. Но вот здесь вот апперкот левой рукой. Это начало конца. Вот именно после него начались проблемы у Гонзаги. Ну и колено. Это уже был конец. Вот, смотрите. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...